Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Руда. И сегодня у нас в гостях Владимир Алексеевич Семёнов, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Владимир Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вот расскажите, пожалуйста, в этом году филармония исполняется 80 лет. Эта дата такая основательная, круглая. Но есть ещё у нас оркестр губернаторский, который когда-то был просто обычным оркестром. И вот вы как раз стояли у истоков. Расскажите, как всё начиналось? Как вообще пришла идея его создания? Хороший вопрос, спасибо. Шёл 61-й год. Я был студентом, учился на втором курсе. И, знаете, после войны прошло всего 15 лет, и ещё не было много студентов в музыкальном училище, теперь колледже. И он стал постепенно заполняться. И вдруг заметили преподаватели, что вот, смотрите, есть люди. И нам преподаватель поставил произведение в Эбберах, приглашение к танцу. Это симфоническое произведение. И когда мы сыграли, был полный восторг, понимаете? И сразу вот с этого момента, как мне показалось, оно так и есть на самом деле. А что, если нам создать симфонический оркестр? Вот. И к этому подключился директор Николай Иванович Ананин, бывший, дирижёр Фегин Науми Делеевич. Вот. И они сразу организовали это дело. И так, знаете, пошло быстро дело, что связались с Москвой, связались с народным артистом Константином Ивановым. Он дирижёр был государственного оркестра. Они нам оказывали помощь. И пошли-пошли встречи, пошли концерты. Очень успешные. Мы играли в колонном зале Дома Союзов. Вот. В ту пору это можно было. Просто оркестр самодеятельный, можно сказать. Вот он сделал такой большой шаг. Ну, если дальше продолжать эту тему, оркестр развивался довольно долго. И мы всё время мечтали, что вот будет профессиональный оркестр. К нам приезжали немцы, Улья Хардемахер дирижировал нашим оркестром. И я ему задавал вопрос, а как вы думаете, получится? Он говорит, ну, это надо делать. И вот в 99-м году получилось, что филармония каким-то образом определённым добилась, что организовался профессиональный оркестр. Приехал из Москвы дирижёр Юрий Соболев, аспирант Московской консерватории. И оркестр начал расти на другой основе. То есть это уже рабочее место для людей. Вот. Всё с энтузиазмом, с колоссальным шло. Вот. И сейчас оркестр, я считаю, на своём хорошем пике. Его возглавляет Сергей Анатольевич Асилков. Замечательный дирижёр, инициативный человек. В общем, для культурной среды Рязани – это большая победа. Это то место, где можно прийти и насладиться чем-то. Артисты очень высокого уровня приезжают сюда. И им большое спасибо. Вот, в частности, сейчас ближайший концерт. Господин Крылова приезжает. Тоже артист с хорошим, серьёзным именем. Он будет играть в ближайшее время концерт. Так что я заранее приглашаю заодно на этот концерт. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что вы очень мечтали о том, чтобы оркестр стал профессиональным. А до этого кто туда входил? Кто играл в оркестре? Знаете, очень хороший вопрос тоже. Наполнился оркестр любителями. Но какие любители? В Рязани эта культура существовала. В Рязани было три маленьких симфонических оркестра. Они существовали при кинотеатрах. Кинотеатр «Родина» сидел оркестр. Кинотеатр «Молодёжный», который на Подбельского, тоже сидел оркестр. И кинотеатр «Октябрь», где дворец бракосочетаний был в Думе, в здании Государственной Думы. И везде были оркестры. И когда появился, люди сразу пришли как бы поддержать. На первом пульте сидели два ветерана войны. Комарович Роман Алексеевич и Борис Павлович Воронин. Дальше сидел врач-невролог, инженер сидел. Очень много людей, все с профессиональным образованием, закончили когда-то. Кто-то до войны, кто-то не так давно поменял профессию. Люди эти сразу пришли. Понимаете? Вот. То есть была поддержка колоссальная. И был энтузиазм огромный. Глаза горели. Да. Ну и дело двигалось, понимаете. Мы играли серьезные сочинения. Это очень радовало. Каждая репетиция приходила при полном аншлаге. Понимаете? Люди собираются. Симфонический оркестр. Такая радость. То есть даже на репетицию приходили? На репетицию. Вы понимаете, вот кто связан с музыкой и кто когда-то играл в оркестре, это какое-то необыкновенное чувство подъема. Вот когда весь коллектив дышит одним духом, одним ритмом, одним настроением. Понимаете? Подъем потрясающий. Какой-то энтузиазм. Ты хочешь лететь. Я скрипаю, я держу скрипку. И все в одном ключе. Представляете? Изумительно. Скажите, вы же не только играли. Вы были еще много лет концертмейстером. Да. Я был концертмейстером оркестра. Когда еще в пору, когда он был самодеятельный и когда он стал профессиональным, я много играл в соло, тоже с оркестром выступал, с разными сочинениями. Вот. Ну, что сказать о концертмейстере? Концертмейстер – это очень важное лицо в оркестре. Это творческий помощник дирижера. То, что дирижер просит, концертмейстер может очень тонко выразить в штрихах, понимаете, в приемах. Сказать, как это сделать. Отредактировать ту партию, что играют все. Так что от концертмейстера очень много зависит. Это огромная проблема, чтобы был концертмейстер. Я думаю, что сейчас у нас все хорошо в оркестре. Владимир Алексеевич, ну с такой теплотой о музыке рассказываете. Видно, что действительно это огромная часть вашей жизни. Вы с детства мечтали. Вообще родители у вас были, тоже музыканты? Мои родители не связаны с музыкой. Папа у меня математик, а мама химик-биолог. Но папа чудодейственным образом играл на всех инструментах. Как только он видел какой-то инструмент, он к нему подходил, он его брал или садился за него. И он начинал звучать. Понимаете? Он играл на баяне, на балалайке, на гитаре, на скрипке. И сам учился всему? Сам учился всему. Так случилась его судьба. Он родился в селе. И священник, он играл там, что попадалось, он на всем играл. Гармошки там. Священник сказал ему, что, Алеша, я вот тебе дам инструмент. Вот ты на каком учись. И подарил ему скрипку. И сказал, как играется. И папа играл на скрипке. В деревне, в российской деревне. То есть у вас скрипка – это не случайность? Вы знаете, с одной стороны не случайность, а с другой стороны мечтали о другом. Потому что я был врачом или математиком, понимаете? Но когда я уже поступил в училище, я соприкоснулся с искусством. Это так запало в душу. Если это серьезно, от этого невозможно оторваться. Это просто вершина человеческих чувств, богатства. Вообще все дети, которые учились со мной, выросли. И те, которые сейчас учатся, они очень одухотворенные. Они отличаются немножко от тех, которые не учились в музыкальной школе. Не чем-то таким, но что-то они знают и чувствуют несколько иначе. Понимаете? Но это, конечно, тоже, чтобы были одаренные дети. Вот такая короткая история. Владимир Алексеевич, вы очень много лет преподаете, больше 50 лет. Но мы к этому вопросу еще вернемся. Мне хочется все-таки продолжить и поговорить о вашей семье. Вот скажите, а дети ваши пошли по вашим стопам? Вот кем стали? Какой путь выбрали? У меня две дочери. Старшая у меня пианистка. Она закончила училище наше, колледж теперь, и закончила Российскую академию музыки. Она преподает в Москве фортепиано. А младшая, так как я скрипач, я решил ее учить на скрипке. Но я сказал себе, что буду учить и посмотрю. Если не пойдет, то лучше закончить раньше. Вот. Но как-то она проявила очень себя неожиданно быстро. В 8 лет был конкурс в Москве имени Прокофьева, детский конкурс. И она победила на этом конкурсе. Это было неожиданно для всех, понимаете? Ну и для нас тоже. И дальше у нее пошло, пошло. Она, значит, закончила школу, поступила в музыкальное училище. В этот же год выступила на конкурсе в Москве «Виртуозы XXI века». Такой серьезный конкурс уже, где играли все лучшие скрипачи Москвы, Питера. Она победила, получила гран-при. Понимаете? И, значит, закончив училище за два года экстерном, ее взяли в Московскую консерваторию. Вот. И в Московской консерватории она закончила тоже с отличием. Поступила в аспирантуру. Закончила тоже с отличием. Но в момент обучения она выступала на многих международных конкурсах. Она выступала на конкурсах Мешкольц, Венгрия, Клостер Шанталь, Германия. В конкурсах в Москве победила на первое место на роскошном конкурсе имени Николы Паганини. Получила роскошную скульптуру такую из бронзы Паганини. Ну и премию, соответственно. Вот. Она побеждала на конкурсе в Париже. Она побеждала на конкурсе в Мадриде. У нее есть много записей. Есть диски с Мадридским симфоническим оркестром, с оркестром Пражской филармонии. Вот. В общем, а сейчас она является солистом Москонцерта и получила класс в Московской консерватории. Она уже выросла, взрослая девочка стала. Вот. Она с удовольствием работает и живет этим. Вы с гордостью говорите. Это гордость для вас, ваша победа, да? Вы знаете, это победа и это одновременное волнение все время, потому что, ну, сами понимаете, это движение, всегда движение, оно с какими-то, бывает, нюансами вперед, с какими-то трудностями. Да, ну, она играет с удовольствием. Она играет с нашими оркестрами, вот, с госоркестром, с оркестром Башмета, с оркестром Московским симфоническим оркестром, с голландским симфоническим оркестром. Есть записи тоже. Играла и в Голландии тоже. Рязань не забывает? В Рязань обязательно приглашают, Рязань, ну, родная филармония, они ее очень любят, Лену, приглашают. И спасибо большое филармонии, дирижеру Силкову, он всегда с открытой душой. Теперь давайте про ваших учеников поговорим. Вот скажите, пожалуйста, современные молодые музыканты, они какие? Вы знаете, вообще, что касается класса скрипки, удивительная вещь. Как-то вот нет такого, что наплыв или совсем никого нет. Как божественно вот капает, как у людей возникает это призвание. Они приходят и учатся музыке, понимаете? И среди этих, конечно, людей, получается, одни более способны, другие менее способны, но в основном они все стараются. И атмосфера в колледже, в классе очень домашняя. Надо еще отметить одну интересную вещь. В этом году нашему колледжу исполняется 100 лет. Представляете? Вот, и мы сейчас, значит, готовимся к этому юбилею. Вот, и дети тоже там учат программы всякие серьезные. Вот такая история с училищем нашим. Еще я тоже, как бы, еще хочу заявить, что училищу 100 лет колледжу. Он училище был, а теперь встал колледж. Вы преподаете более 50 лет. Вот за это время ученики как-то изменились? Или они так же трогательно относятся к музыке? Так же они ленятся или наоборот стремятся к каким-то высотам? Вы знаете, такое ощущение, что вот человек, решивший для себя, что он будет учиться музыке, чего-то достичь, он не меняется. Он всегда целеустремлен, он знает, что ему делать, как ему заниматься. Вот один из моих учеников, ну, я расскажу, что география. У меня 70 приблизительно выпускников, 40 человек закончили консерваторию России. Работают в филармониях, работают в разных странах мира, в Норвегии, в Швеции, в Германии, в Америке и так далее. Они разъехались по всему миру. Вот недавно мой один ученик, Кирилл Лонин, сыграв конкурс в Германии, в одном из городов Германии, поступил по конкурсу в оперно-симфонический оркестр и получил социальные гарантии пожизненные. Понимаете, это говорит о том, что он как бы удовлетворил профессиональным требованиям. Вот. Ну, с чем мы его поздравляем и все. Вот такая история. Так что ученики, им как бы от Бога сигнал приходит, ну, что-то такое вроде бы от Тода сверху, и они трудятся. И те, кто не трудятся, тоже понятно. И те, кто трудятся, они хотят чего-то достичь. А вы строгий преподаватель? Я хороший тоже. Вы знаете, когда они работают, когда трудятся, тут о строгости речи нет. Тут ты вместе с ними, ты движешься. В творческий процесс, да? Творческий процесс, то что тут быть строгим? Ну, когда, допустим, ленится, то, конечно, какое-то внушение приходится делать. Но это не это радует в нашей профессии, а радует вот то, что они работают, трудятся, и ты вместе с ними. И не всегда себя чувствуешь так как-то полноценно. А вот когда сходишь на работу, когда поработаешь, получаешь большое удовлетворение. Спасибо вам большое за то, что пришли и рассказали такую чудесную историю и филармонии, и оркестры, и вообще какой-то музыкальной жизни нашего региона и даже других стран. Спасибо вам за то, что пригласили меня. Я старался как можно шире, может быть, что-то упустил, но в основном рассказал. Все. До свидания. До свидания. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». До встречи в эфире телекомпании «Город».